Мы бы сделали точно так же, то есть бежали. Социальная кампания, направленная на то, чтобы общество стало более открыто к беженцам, разделило его на два фронта и вызвало международный ажиотаж. Агентство ООН по делам беженцев по просьбе Латвии намерено изменить посыл кампании, а мы попытались выяснить, чем все так недовольны. То, что нам, как человеку, каждому нужно, самые базовые вещи, это одни и те же, это жилье, это работа. А без этого и жизнь не жизнь. Поэтому, по мнению авторов социальной кампании, мы сделали бы так же, без возможности удовлетворить свои базовые потребности, люди должны бежать. Так же, как это делали беженцы из Сирии или Ирака. Реклама должна была пробудить сочувствие к приезжим у местных жителей. Но Министерство обороны сразу выступило против кампании. К нему присоединились многие пользователи социальных сетей. А сегодня и политики национального объединения. Все против. Мол, реклама призывает бежать из страны, а мы ее готовы защищать до последнего. Авторы кампании уже извиняются. Эта тема действительно актуальна, сложна и чувствительна. От имени команды ДДБ Латвия приносим извинения всем, кого акция задела. ДДБ Латвия решила пересмотреть дальнейшую коммуникацию кампании и сделать необходимые изменения, чтобы не допустить недоразумений в будущем. Отметим, что заказчик кампании агентства ООН по вопросам беженцев. Как сегодня заявили в латвийском МИД, в других странах мира эта международная кампания проходит под слоганом «Мы вместе с беженцами». И только латвийские рекламщики отличились. Конечно, наши дип-представители при ООН встретятся с руководителями бюро по беженцам. Конечно, будут информировать, что этот вопрос поднял определенный резонанс здесь, в Латвии, в медиах, в социальных медиах. И, конечно, будем искать компромисс на этот счет. Социал-антрополог Клав Седланекс в числе тех, кто скорее бы бежал. Он напоминает, что в истории Латвии было немало волн эмиграции. Так, перед Первой мировой войной страну покинуло 760 тысяч жителей. Перед Второй мировой — еще 150 тысяч. Большая часть населения страны — это мирные граждане, которые ни в коем случае не будут участвовать в военных действиях. Понятно, что они покинут страну. Конечно, в конкретном случае есть подозрение, что не все из тех, кто бежит в Латвии, действительно беженцы. Плюс находятся умники, которые говорят, что беженцам нужно не бежать, а бороться. Я не думаю, что моим родственникам и моим близким в случае угрозы нужно здесь оставаться. Многие говорят, я сначала отправлю семью в безопасное место, а потом возьму в руки дедушки на ружье. Эксперт напоминает, что и без всякой угрозы жизни Латвию до сих пор продолжают покидать население. Сергей Герасимов, Никита Алексеев, Латвийская телевидение.